В округе продолжается месячник по благоустройству. На субботнике во дворы и парки вышли около 10 тысяч жителей городского округа. Все подробности в следующем сюжете. Территория в поселке Томилино, где нужно навести чистоту, огромная и в одиночку не справится. Поэтому на субботник жители вышли всем домом. Подрезали кустарники, убирали мусор. Кипела работа и во дворах. Во время субботника жители многоэтажек вместе с сотрудниками управляющей компании очистили газоны и покрасили скамейки. А это уже лесопарковая зона в микрорайоне Зенино. Любимое место отдыха горожан. Очистить территорию от сломанных веток, банок и бутылок вышли трудовые коллективы города. Помочь лесу, природе, убраться, привести город в порядок и наслаждаться сегодняшней погодой, обстановкой и всем остальным. Дмитрий Бас с семьёй решили провести выходной день на природе, пожарить шашлык. Житель Люберец признался, после пикника всегда убирает весь мусор. У нас с собой всегда находятся пакеты для мусора, чтобы мы потом могли убрать в контейнер, потому что каждый должен следить за порядком и за чистотой. За несколько часов обширная часть лесопарка, а также территория вдоль улицы Вертолётная были очищены. Собрано несколько десятков кубометров мусора. В грязи мусора много. Это пакеты, бумага, какие-то, скажем, такие отходы, где там кто-то обувь какой-то притащил, либо пакеты самые разные, полиэтиленовые, бумажные. И здесь всё пестрит. И вот, конечно, сегодня я приехал по здесь же, по Зенецкому шоссе, кое-где убрано, а в целом нет. И стоит задача в этом плане навести порядок. У нас в перспективе ещё два субботника. Желательно за неделю избавиться от грязи и мусора. Желательно. Я жителей приглашаю на следующий субботник. Они пройдут 17 и 24 апреля. Перчатками, мешками для мусора, граблями и метлами, желающие навести чистоту в городе, будут обеспечены. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.